Спустя три дня и 164 километра. Вообще в голове я не представляю, как мы будем раскладываться. Блин, вот это прикольная штука. На 4000 километров. Финишная прямая. Через Армению, через Грузию, через наш Кавказ. Сантифриз ушел. Я не могу посмотреть, откуда он уходит. Спасибо, что удобно сломались. Развлекаемся как можем. Все, садимся кушать. Вот так вот. Время зря не теряем. Больше того, мы просто ждали запчасти. Шоки. Мы здесь до первого ноября. Давай, папа. 200 часа два километра у нас на приборке. Пойдем мы быстренько утрамбовываться, спать. Ух, мы очень долго ждали этого путешествия. И по названию видеоролика вы уже все понимаете. В общем, забегая вперед, хочу сразу сказать, что это будет не просто какое-то путешествие, это будет реально приключение. Все увидите. Мы очень долго, нудно готовились к этому путешествию. В первых три с половиной месяца машина была в ремонте. Мы ее полностью-полностью откапитали. Но, к сожалению, как уже многие знают, где-то посмотрели уже, не все, к сожалению, сервис откапиталил. Потом мы докупили огромнейшее количество нового оборудования и, так сказать, апгрейдили свой комфорт. Помимо всего этого, я устроился швеей-мотористкой и сделал нам классные шторки и классные сумки. Швея-мо-домов. Дорого. Принимаем заказы на шторы, в бусы, в ваши автодома. Заказы выполняем вовремя. От первого лица вам. Блин, вот это прикольная штука. Можно даже газонуть, смотрите, как битурбан. Лобач вчера прошил. Вот так вот. Еще посмотрим, как это выглядит на таких крючочках. Чикс сюда. Чикс сюда. Из вот такого здорового 25 сантиметров получился вот такой вот на 15 сантиметров. Вот теперь он встанет в машине четко. Вот так вот ушил. Ну и шовчик, как на заводе, а? Распустил переднюю шторку. Замучился, как не знаю кто. Сейчас сделаю просто кантик, а завтра уже в машине пришью правильные крючки. Решил, что переднюю стенку в этих ящиках на окнах надо по-любому укрепить. Сделаю это арголитом. Иначе все равно, когда вещи накладываются, подвешивается и мешок. Финальная история выглядит так. Это на другом окошке, но тоже вот с размером чуть. Вот лобач. Красота. Если вот эти козырьки отгибаешь, так вообще щелины нету. И вторая сторона. Блин, ну круто. Также и вот здесь вот шторки, вот они пошиты. А здесь будут сумки. В общем, ребятки, садитесь поудобнее. Обязательно подписывайтесь. Ведь ехать нам очень долго. Будет много выпусков. Отдельный плейлист. Ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте про телеграм-канал. Ведь там прям экспрессом все выходит. Там можно сразу общаться в чате. Ух, погнали. Наконец-то в новое долгожданное путешествие. Как же я устал собираться. Вы даже себе реально не представляете. Но вот это вот. Это все. Это прям финишная, прямая. Сейчас надо вот это отнести. В машину еще пара рюкзаков. Ну, в принципе, можно уже все уезжать. Фух, еще не поехали, я уже устал. Все, мы уже вышли. Сейчас последние шмотки. Мы просто битком. У нас полный бокс. На крыше у нас новенький. Это самокат. Прицепил его ремнями. Надеюсь, все норм. Так-то поездил немножко. С ними посмотрим. Буду останавливаться. Протягивать посильнее. Они все равно новые. Раз, могут растянуться. Багажник тоже битком. Какие-то продукты уже есть в холодильнике. Свои любимые подушки забрали. Чемодан. Но все-таки едем на очень-очень долго. Минимум на год. А там дальше посмотрим. Вот отсюда начинается наше путешествие, друзья мои. В Турцию. Через некоторые города России. Мы, кстати, поедем не совсем стандартно. Сейчас чуть позже расскажу. Как всегда, перед поездкой набираем воду. И все. И можно двигаться. Сейчас еще такая задача. Вот эти вот все вещи нам нужно переложить вот в эти наши новые сумки, которые мы сшили на окна. Вот одна сумка. Вот вторая. Все, мы собрались. Вообще просто. Битком. Я пока даже вообще в голове не представляю, как мы будем раскладываться, как ночевать. Вот вообще пока нет никакого понимания. Может быть, вообще в палатке будем, походу. Ну да. Ну это, кстати, как вот вариант. У нас, в принципе, есть палатка. Но это вообще... Так, ладно, заводимся. Еще погода. Ладно, я думаю, что сегодня часа три проедем. И надо будет укладываться, учитывая, что мы выезжаем в 15-17. Нам ехать примерно... Примерно 4 тысячи километров. Я хочу сейчас вот что сделать. Обнулить вот этот вот пробег. Вот так вот все. Обнулили. И посмотрим, сколько будет километров, когда мы приедем в Кемеры. В любом случае, когда мы приедем в Кемеры, надо будет сразу же делать ТО по машине. Пока Настенка побежала там еще что-то докупить, я вот строю маршрут. Короче, где-то ночевать поставили точку мы вот эту. Ну, чтобы недалеко сегодня. Вон, 3 часа, 3,5 часа, 270 километров. Вот мы сейчас вот это все проедем и будем спать. Мы решили, что будем ехать через Тамбов, в Волгоград. Остановимся там, погуляем, в Элистем погуляем. Ну, а дальше все. У нас тут Кавказ и границы. План такой. Как оно будет, пока не знаю. Карточка. Пойдем. Надо соседжи сразу в холодос убрать. Ну, хоть, слава богу, перед этим путешествием мы здесь все сделали. Модуль. Вот это, конечно, очень, очень варегут забрасывал. Ну, он гречка, видишь, ее. Макарошки, вот, если что, детям с сосисками, с маленькими, шикарно. Видите, у нас какая заначка еще, банки, закатки, мамулька дала. Мирон, садись. Ребятки, отправляюсь в путешествие за границу. Да и, в принципе, не то, что за границу. Если вы хотите продолжать пользоваться различными сервисами, оплачивать покупки в интернете, я рекомендую вам обратиться к нам. Ведь мы помогаем сделать заграничную карту казахстанского банка. Вам эту карту доставят прям домой за считанные дни. В общем, ребятки, долго ничего говорить не буду. Просто пишите нам. Я оставлю свой контакт там в описании. Пишите. И буквально за несколько дней карточка казахстанского банка будет у вас. На этом самом кругу говорим по-дольску до свидоса. Увидимся. Надеюсь, не скоро. Ну, едем мы все равно с большими планами надолго. Хорошая, как раз, если слово не скоро. Не потому, что мы против, а потому, что мы надеемся хорошо приехать, доехать туда, куда мы хотим. Год мы не путешествовали на дальняках на нашей машине. И вот, наконец-то. Получается, в том году мы в октябре приехали тоже как раз из Турции, через Армению, через Грузию, через наш Кавказ. Вот. Посмотрим, как в этом году у нас будет. Здесь сразу заезжаем, значит, на заправку. Зальем полный бак. В принципе, этого должно, наверное, хватить до Волгограда. Но опять-таки, посмотрим. Машина очень сильно угроженная. Блин, у нас только воды, получается 20, 30, 50 и еще 20, 70 литров. Так, дизелечек, ты где? Да, водка. Полный бак до отсечки. Так, все, обнулилось. У меня были баллы на Газпроме, 800 рублей. Я думаю, надо их сразу и списать. В итоге вот, списал, там на 3 900 с чем-то получилось, полный бак. Ну вот, пока пишет на 830 километров, но сейчас поедем по трассе и больше будет. У нас первый платник закинули денег сюда. Сейчас посмотрим, как мы его проскочим. Главное, чтобы по голове не пил. О, все, видишь? Пополнить еще одно писало. А что, нам не пришли? Ну, пришли там, я закинул побольше, но я не знаю, сколько он стоит, этот платник. Домодедово, пока. мы въезжаем в Студинский район. Впереди едет караван. Очень-очень старый. Очень старый. Но зато домик. А я хочу напомнить, коль мы в Турцию доедем, что мы вообще можем пригнать турецкий новый караван. Пишите мне в Телеграм канал. Контакт оставлю в описании. Все обзоры выберу у нас 6 караванов, которые мы спокойненько можем сюда пригнать, полностью под ключ. блин, короче, мы проехали 7,6 километров. В итоге у нас антифриз ушел. Я не могу посмотреть, откуда он уходит, потому что все горячо, но откуда-то прям брызжет. Блядь, жесть вообще какая-то. на самом деле очень ювелирно сломали. Здесь ребята на фуре помогли разобраться, там механик у них. Плюс здесь же заправка, я, наверное, сейчас задним кодом сдам. Вот такая лужа у нас. Блин, жесть, конечно. Сейчас попробую подсветиться, чтобы понять, показать откуда. вон там вот маджетик. Короче, от синий патрубок, и там он в теплообменник получается входит. И вот оттуда. Блин, хорошо, что мы недалеко от Ступино. Здесь же возле трассы есть автосервисы. Единственное, сейчас бегу на Роснефть, куплю 5 литров этого антифриза, чтобы нам доехать, потому что она же сразу пищат, начинает уровень, пропал. Вот, и где-то через час они посмотрят. Ну, если что, где-то в Ступино будем вставать на ночевку. Угля, прикол. Вопрос, почему оно так отыграло? Я еще хотел выложить антифриз, дома оставить, потом думаю, не, взял с собой. Хорошо, что взял. Короче, где-то вот оттуда ты какой-то патрубок. Купил 5 литров антифриза и бегу своим. Блин, спасибо, что удобно сломались. Возле заправки мужики помогли немножко и рядом сервис, который вроде должны принять. Ну, посмотрим. Самое, за что переживаю, чтобы этот патрубок вообще полностью не отрыгнул, потому что если он сейчас отрыгнет, то антифриз вообще полностью польется. Учитывая, что он сейчас будет сливаться, поэтому побольше прям налью. Короче, на аварийке пробуем проехать. Прямо в этой, наверное, полосе и поедем. Нам ехать-то по сути 8 километров. Надеюсь, получится. Мы в той зоне, где точно тебе помогут это гаражи. Ну, короче, просто где-то здесь находится этот автосервис и я правда не знаю. навигатор ведет просто так. Так ли это? Я вот не знаю. Вообще здесь ворота. Короче, сюда мы не войдем. Посоветовал еще пару сервисов. Сейчас поедем туда. Блин, ну, печаль какая-то вообще. Вообще, приехали мы еще в один. Такой чистенький, аккуратненький. Не знаю, надеюсь, нам здесь помогут. Правда, сказали это в течение только часа. Там сейчас занят он мастер, машина. Я думаю, даже если скажут до завтра что-то ждать, в принципе, здесь зона ремонтная, охранник есть. Может быть, это... Надеюсь, здесь здесь сделают, а если не сделают, все равно останется. Потому что... Вот. Дети перекусили этим. Что, Мирош, или... У тебя что за дырка отбубликает? Короче, тачку подняли. В общем, сказали, сейчас исправят. Он сказал, что там колечко, видимо, колечко продавилось. Ну, не критично. Супер, что время уже сколько? 9, да? Ребята работают? Ребята до 9 работают, но так вот. Пол восьмого даже еще, и полтора часа есть успеют они. И мы пойдем спать. Здесь. Все, антифриз палился. Бедолага, чувак, блядь, этот антифриз все в руки, в лицо, в ноги. Как можно было поменять и вот эту штуку не поменять? Вот она с возрастом вымыла, отсутствует одна стенка и отсюда начало давить. Ай, жесть. Чего? Не ждались? Мы здесь до 1 ноября. Вот так. Папа, поки! 12-го только придет. Папа! Вон, какая клиентская зона, чаечи, кофе, водичка. Ай, Тёмка! Какой туалет прекрасный, даже электрические мусорки стоят. Вот, забота, да, какая? Ага. Мы начинаем готовить еду, двум. здесь хотя бы под охраной, мы почти как в кемпинге. Правда, всё своё. Я пока вот парковался, смотрите, как фигенят. Жесть, и там снова антифриза. короче, пока будешь зашториваться. Вот, мы зашторились, вообще прекрасно. Теперь берем плиточку, идем ставить, блин, в полной темноте. Спасибо нашему фонарику. Так, мы, хотел показать всё, как раскладывается при свете дня, в итоге не получилось, да? А постелились уже, всё, садимся кушать. вот так вот. Я говорю, вот мы счастливчики возле сервиса сломаться на охраняемой парковочке, вот так вот. Потрясающе. Всё, увидимся уже, когда машину починят. Даже не показали, как мы завтракали, но мы завтракали вот здесь, а сейчас вот собираемся, нарядились, даже с собой одежда нарядная есть, и пойдем уже в центр города, там проведем время, потом вечером придем, наверное, здесь поужинаем, уже ляжем спать, а завтра придет запчасть. Субтитры сделал DimaTorzok в интерном клубе. Играем. Где кушку на PlayStation? Аут. Ну и, конечно же, Аббет. Это что, бессорок на счет? О, хо-хо-хо! Вот он, мой цыбок! Вот он где! У-пу-чу-пу-чу-пу-чу-пу! Обнимашки с попозж! Кто это у нас тут такой капризули? Время зря не теряем. Знаю. Ну, когда, если бы не сейчас, вот мы сломались, в кино сходили. Круто проводим время. И мы теперь пришли поиграть в боулинг. Вообще, последний раз в Турции играли в боулинг, грань? Дети радостные. Тема говорит, это лучше, чем день рождения Мирона. Ха-ха-ха-ха. Так, Настемка первая. А вот и нет. Я пока лидирую. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Не получилось. Так, уродика пока тоже косяк. Бери шестерку, бери. подожди сейчас она поднимется подожди оба в общем они проигрывают у меня уже 17 давайте давайте на твоему руль на спусках хочет так и делает давай сынок давай развлекались мы как могли пацаны говорят надо папа домой уже идти теперь еще и папа да давай папа ну вот так на лыжах покатайся дошли нам охранники вижу как родные вери да да меня уже предупредили ночуйте ночуйте и снова ночь мы уже приготовили ужин немножко вам покажу да как мужины вот пожалуйста сегодня с макароны полевые условия день 3 и сказали в 12 придет запчасть сейчас почти 12 подходит администратор и гри давай загоняем все быстренько расшторились и едем загонять вот она новая ждут мальчишки ну что же совершает свою попытку доехать до волгограда пока что делов то блин вообще на пять минут больше того мы просто ждали запчасть 2 700 ремонт и 3 450 сама эта штуковина все едем сейчас туда же к торговому центру где вчера были там есть аппарат с водой наполним питьевую воду и двинемся в путь время пол первого заскочили быстро за продуктами сейчас надо все дело разложить и все можно ехать так все забили мы холодос чикс как будто после двух дней стоянки и вещей стало больше не могу понять все едем у нас тут на этой трассе новые указатели это тамбов волгоград и астрахань впервые вообще едем по этой дороге ну а ну а Спустя три дня и 164 километра мы заехали в Рязанскую область. Здесь часа два километра у нас на приборке. Мы сейчас будем делать остановочку. Ткнул себе заранее на карту. Вроде здесь даже и переночевать можно. Неплохая полянка. Но сейчас посмотрим. Наша задача здесь просто приготовить супец и пообедать. Мы приехали, припарковались. Вот видите, здесь такой потрясающий, красивый сосновый лес. Но как только ты опускаешь голову и просто в шоке. Вот столько бумажек, бумажек, бумажек. Здесь видно, что люди останавливаются, сюда заезжают. Блин, ну нахрена гадить? И вот все вот так. Вот, к сожалению. Так, посмотрим антифриз. Сразу. Все хорошо, слава богу. Все на месте. Так, все. Начнем готовить обед. Здесь, кстати, даже уголечки есть. Значит, здесь жарят шашлычок. Будем готовить суп из семи. Ну, вы поняли. Опа. Сейчас вот так вот только откроем. Возьмем нашу соль. Обязательно перчик. Сейчас ставим дело на плиточку. Опа. Так. Подкидываем баллон. И включаем. О, красота. Пока вода закипает, надо почистить картошку, морковку. А еще слить бивуч. Где-нибудь ямку надо выкопать. Мы же вам мяско закинули. Несенка овощей нарезали. Мне кажется, надо будет немножко слить. Воды, да. Да, иначе не влезет. Еще пока суп варился, мы еще и потренкели. Правда, только фотка осталась. Ну, да ладно. Все, мы садимся кушать в этом прекрасном месте с природой. Дай. И будем отправляться дальше. Так, суп запоминайте. Вообще, самый шикарный суп, самый вкусный. Курица, картошка, морковка, лук, соль и перец. О, быстро, 15 минут, у тебя все готово. И очень вкусно. Все, мы двигаемся дальше. Сытые, довольные. Сейчас построим маршрут. Посмотрим, сколько нам ехать до той точки. И там уже будем ночевать. У нас вон 200 часа три на приборке. И вот тут, кстати, это. Там дорога получше была. Эту локацию для ночевки, либо вот так вот для обеда, оставим в нашем телеграм-канале. Заходите, подписывайтесь. Опа, все. Ну вот, получается, до этой точки нам ехать 3,5 часа. 278 километров. Как раз мы приедем, растелимся и будем отдыхать. Мы въезжаем в Тамбовскую область. Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу И заезжать в непонятное место, это, короче, преступление в плане Верлаха, потому что едешь и не понимаешь, куда ты едешь. Но утром, как правило, просыпаешься, такой типа вау. Я нашел немножко поближе точку, но до нее ехать буквально там 15 минут осталось. Как раз приедем на закате, а хочется сегодня приехать все-таки побольше, учитывая, что мы два дня потеряли. Вот, короче, пока думаем, но, скорее всего, все-таки будем ехать, потому что до Волгограда вот отсюда осталось 600 километров. Если сегодня 200 проедем, то завтра всего 400 и гуляем в новом городе. До Волгограда 513 километров. Вот мы как раз и отвернули, Тамбов остается в этой стране. И 513 до Волгограда, и 120 километров нам до нашей стоянки, где мы будем ночевать. В общем, мы решили заночевать на Роснефти. Что-то в темноте толкаться в лесу не совсем хочется. Плюс мы так вот очень удачно встали. Здесь есть столики, и мы даже свой стол доставать не будем. И здесь прям накроем, покушаем. В принципе, даже вот комаров нету с охраной под фонарями, что может быть прекраснее. Буквально 5 минут. У нас уже все постелено. Осталось только подушки и одеяло там закинуть. На эту мелочь жизни населка сразу же принялась готовить. Сегодня у нас вечером будут макароны по-флотски, да, Настя? Мы на Волгоград себе поставили цель номер один. Это купить еще одну плитку. Потому что видите, что у нас происходит? У нас вот фарш готов, а макароны еще нет. Нам очень не хватает второй плитки. У нас вот тут друг. Вот так вот мы сели, едим. Вот так вот подсвечу вас. Все, приятного аппетита. И пойдем мы быстренько утрамбовываться, спать, чтобы завтра пораньше выехать. Спасибо. 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 Спасибо.